Здравствуйте, уважаемые трейдеры, а также подписчики нашего канала. С вами Академия трейдинга и инвестиций. Меня зовут Нагаев Никита. Итак, давайте вернемся к нашим торговым идеям, о которых мы говорили на прошлой неделе. У нас произошло очень много изменений. Начнем мы с евро-франка. На межбанке был такой, скажем так, вынос, так называемый флеш-крэш, еще в самом начале азиатских торгов в понедельник. И два инструмента, которые мы сами рассматривали в продаже, евро-франк и доллар-франк, получается, что были закрыты у нас по стопу. Тем не менее, если посмотреть именно конкретно фьючерсные уровни, то на фьючерсном рынке именно вот такой вот ситуации не было. Соответственно, тут именно по межбанку стояло очень много либинных ордеров, которые, собственно говоря, зацепили, и сейчас уже эти продавцы находятся в прибыли. То есть, здесь ситуация следующая. По евро-франку наиболее вероятно обновление текущего минимума, который находится на уровне 1.13.10. Здесь сейчас концентрировано большое количество именно стопов покупателей, и маркетмейкеру преимущественно будет именно тянуть цену вниз, чтобы, соответственно, загнать их уже в убыток. Поэтому структура точно так же пятиволновая является недоработанной до конца. Таким образом, у нас есть два сигнала, которые нам сигнализируют именно о продажах. То есть, доработать эти продажи обязательно нужно, что, собственно говоря, я и сделал. Что касается доллар-франка, здесь ситуация немного другая. У нас вообще никакой практически отработки именно по пятиволновой структуре не прошло. То же самое, та же самая была ситуация с франком. И сейчас здесь на часовом тайме есть тоже такая достаточно хорошая именно площадка, где сконцентрированы стопы покупателей. В случае закрепления под уровнем 1.00.39 у нас с вами откроется дорога еще к двум следующим целям. То есть, первое это диапазон 0.99.92, 0.99.82 и 0.99.41, 0.99.36. То есть, в случае закрепления американской сессии сегодня ниже данного первого диапазона 1.00.44 и 0.00.39, можно уже смело будет работать именно в продаже. С первой целью 1.00.99.92, где уже необходима будет часть позиций фиксировать и переводить без убыток. И остаток дорабатывать до уровня 0.99.410 примерно. Ну, 0.99.42. Ориентировочно на этих уровнях уже полностью необходимо будет позицию закрывать. Я зашел, конечно, сейчас, потому что буду еще ловить эту самую площадку, о которой я говорил, то есть с коротким стопом. В случае, если даже меня выбит, ничего страшного в этом не будет. В любом случае, пятиволновую структуру мы с вами обязательно доработаем. Просто сейчас есть возможность зайти немного раньше. Дальше. Евро-канадский доллар. Здесь удалось заработать буквально 50 пунктов на первом таком ипостном движении, после чего пара у нас очень значительно упала, обновила точку номер 5. И сейчас пока что не дает новых точек входа. Экономика еврозоны в целом сейчас находится в упадке. Поэтому пока что у нас даже по техническим показателям еще не сформировалась новая точка входа. Обязательно мы вернемся к этой паре, будем ее рассматривать еще в дальнейшем. Но сейчас пока находимся в режиме ожидания. Что касается новозеландского доллара, здесь ситуация по-прежнему та же самая. Работаем именно на укрепление новозеландца. Что касается по Америке, последняя статистика была немного разочаровывающей. Если еще в эту субботу Дональд Трамп не согласует с правительством план по бюджету, напоминаю, что туда основным пунктом входит именно финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Очень много было терок у Трампа вместе с правительством. И сейчас пока что предварительно поступают новости, что вроде как мистер Трамп одобрил текущее соглашение. Но, как известно, его мнение может меняться практически каждый день. Поэтому в субботу мы уже узнаем окончательный результат. И в понедельник, соответственно, увидим на это реакцию. Дальше доллар и иена. Точно так же позиции в покупку по-прежнему я рекомендую удерживать. Мы находимся сейчас, точнее мы движемся именно к отработке пятилоновой структуры на четырехчасовом таймфрейме. Сейчас произошла коррекция и очень четко цена отреагировала на маржинальную зону покупателей с плечом 1 к 2. Но, если у нас американская сессия закроется ниже данного диапазона, то в данном случае, на мой взгляд, целесообразно будет позицию закрыть. С очень-очень маленьким убытком пускай, но тенденция откроется именно на снижение. А упасть мы можем к уровню 109.37. Поэтому тут нужно быть аккуратнее, внимательнее и лучше уж получить очень маленький убыток, чем, соответственно, получить его гораздо ниже. Так, да, еще австралиец, канадский доллар. Мы тоже с вами обсуждали именно вот эту структуру. То есть здесь после слома нисходящего тренда можно было уже присматриваться к покупкам. Я это совершил именно после уже закрепления цены над линией Вульфа. И сейчас работа преимущественно идет именно на укрепление австралийца. В случае закрытия американской сессии сегодня еще выше данного диапазона, 0,9450-0,9444, это будет уже вторым сигналом, то есть подтверждением к продолжению роста. Пока что, то есть если этого не случится, то по сути пара находится зажатой вот в такой флетовой структуре между двух половинок, между покупателей и продавцов, причем один-двум. Соответственно, если сегодня Америка закроется выше, это будет означать, что уже часть, большинство продавцов скинули с рынка и преимущественно остается именно больше покупателей. И напоследок евро-навзиланский доллар, петельная структура на дневном таймфрейме. Напоминаю вам, что обязательно нужно работать в этом направлении. Здесь ничего сложного нет. Сегодня день с большой долей вероятности закроется уже ниже вульфа и, соответственно, пробьет, закрепится ниже трендовые восходящие. В этом случае мы уже можем рассматривать варианты для продаж. То есть либо делать это на пробое минимума сегодняшней дневной свечи, либо после коррекции. Коррекция у нас может, соответственно, вот таким вот образом сложиться. То есть коррекция относительно линии вульфа, либо линии трендовой. И после этого уже на пробое этой коррекционной структуры уже можно будет работать именно в продаже. Соотношение у нас здесь получается практически один к одному. То есть при условии стопа за локальный хай, который находится сейчас на 1.6843, у нас соотношение риск-прибыль получается примерно 471 пункт на 661 пункт. Ориентировочно один к одному с половиной. Уважаемые трейдеры, на сегодня по торговым идеям у меня все. Не забывайте подписываться на наши каналы в соцсетях. В случае, если у вас отсутствует время для самостоятельной торговли, вы всегда можете инвестировать в уникальный проект Академии трейдинга инвестиций под названием Profit2. С помощью которого вы сможете стабильно получать 2% прибыли ежемесячно с вашего капитала. И напоминаю, что каждый понедельник у нас проходят вебинары от Андрея Коценко. Секреты профессионального трейдинга проходят в 7 часов вечера, поэтому подключайтесь, ссылку вы найдете под этим видео, будет очень много интересного для вас. С вами был Нагаев Никита, всем большое спасибо за внимание, я желаю вам хороших выходных, профита и до встречи на следующей неделе. Всем пока!